Добрый день, коллеги. К сожалению, мы здесь пока еще не все, но таймер не умолим, и поэтому мне придется, видимо, начать свое выступление в полупустом формате. Мне не привыкать, но это ничего страшного. Я Никита Евгеньевич Шалоев, я из Петербурга, я работаю в Северо-Западном институте управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации, и я кандидат политических наук. Вы можете спросить, что я здесь делаю, потому что я не айтишник. Своей оправдание могу сказать, что у меня пять звездочек на лоре. Итак, тема моего сегодняшнего доклада посвящена проекту, который я реализовал последние пять лет, и проект посвящен изучению математики студентами-политологами. Ну, в принципе, я думаю, что все, что я сейчас скажу, может быть, без большой потери смысла расширено и на студентов других социальных наук, ну, например, социологов, психологов и так далее. Не могу сказать про гуманитариев, хотя, в принципе, цифровые гуманитарные науки тоже существуют, и сложно, наверное, будет с экономистами, не знаю точных потребностей. Но, в целом, в общем, я думаю, что мой доклад, он не только про политологов, он про политологов, потому что я с ними работал. Но, в общем, более широкую полезность должен иметь. В чем проблема с математикой, когда мы ее изучаем не со студентами-математиками? Дело в том, что, как бы сказать, в политологию и вообще в социальной науке происходит отрицательный отбор по критерию любви к математике. Не то, чтобы люди были нейтральны к математическим вопросам, люди активно не хотят заниматься математикой, именно поэтому выбирают эту специальность. Это плохо, на самом-то деле, потому что, среди прочего, например, наша организация поставляет аналитиков и всяких чиновников для государственного аппарата, и люди, которые не знают математики, едва ли могут считаться вполне компетентными для такой ответственной деятельности. Но вот, с другой стороны, не все области математики одинаково полезны. Если пригласить абстрактного кандидата физико-математических наук прочитать абстрактный курс высшей математики, то он, скорее всего, не попадет в те темы, которые наиболее близки на практике в социальных науках. Он расскажет какой-то джентльменский набор типовой, который в последующие годы обучения, наверное, не найдет применения у студентов. И, естественно, они же не в вакууме, они будут знать заранее, что и у прошлых годов было все то же самое, ну и, соответственно, интереса к материалу не будет ни у кого никакого заранее. Это понятно. С другой стороны, если им начать говорить о том, что, вообще-то говоря, в социальных науках и в политологии, в частности, математика существует, придется показывать в сторону консервированной математики. Потому что, например, во всяких программах статистического анализа, ну, по слову, СПСС, которая проприетарная и поэтому нам не нужна, но, тем не менее, изучается довольно широко, есть огромное количество статистических методов, и они прекрасно знают, что никогда вручную не будут считать никакой регрессионный анализ. Это понятное дело. Поэтому это не аргумент. Они скажут, а это все за нас компьютер посчитает. Кроме того, не очень понятно, зачем вообще им нужна эта самая математика. Потому что получается, в целом, что изучение математики — это такой обязательный момент. Надо отмучиться и забыть. С другой стороны, вот есть здесь обложка книги очень известного политолога Рейна Тагапера, психолога, специалист по выборам, который, наоборот, считал, что математика должна быть поставлена во главу угла. И, например, нельзя с помощью регрессионных моделей пытаться делать объяснительные модели для каких-то реальных процессов. Надо сначала теоретически обосновать общую формулу и какой-то зависимости, которую мы должны наблюдать в мире, а с помощью регрессионного или другого анализа просто уточнить детали, как это делают, например, физики в своих экспериментах. Потому что если бы физики загоняли все в линейную регрессию, мы бы получали ерунду. Ну, вы сами это знаете. Ну вот. Какой же должна быть высшая математика, чтобы она отвечала нужным, в данном случае, высшей школы? Ну, во-первых, нам придется обосновывать полезность математики. Нам придется показывать примеры, как математика реально применялась в исследованиях. Естественно, не в смысле отсылки к использованию СПСС исследователя. Математику придется сделать доступной. Она не должна быть заумной. Потому что люди, которые к нам пришли, они уже заранее отбросили идею о том, что не будут очень сильно впиваться зубами в гранит науки по части математики. Так что надо что-то более-менее по зубам сделать. Иначе это все будет просто бесполезно. Кроме того, школа. Современная школа очень много оставляет пробелов. Очень странных, очень непонятных. Вплоть до того, что люди приходят и не знают, что такое знак интеграла. Я не шучу. Поэтому придется, видимо, кроме высшей математики, начиная с места в карьер, еще и за школой какие-то концы завязать. Кроме того, нужно обратить внимание на релевантные для социальных наук области. Потому что, грубо говоря, производные интегралы и пределы – это все очень здорово. Но нам нужно еще кое-что. И про это кое-что никто не хочет рассказывать. Хотя в некоторых книгах это встречается, но они, как правило, узкоспециализированы. Кроме того, надо все время показывать, как можно приложить все эти трюки к практическим заданиям, к практическим проблемам, с которыми они будут встречаться. Что это реально в прикладном смысле все полезно. Вы этим будете пользоваться. И главное, все надо сделать очень быстро. Времени мало. Мы не инженеры, мы не физики, мы не химики. У нас нет математики, которая идет 4 года в разных формах. У нас есть фактически только один семестр. Итак, я решил сделать такой комплекс, основанный на попытках сделать адаптированный курс математики такими людьми, как Джефф Гилл, например, или у нас Ахтямов. С другой стороны, я помню, какая была у меня компьютерная математика, когда я был на первом курсе. И поэтому получается, что мой курс – это такая компьютерная высшая математика. Во-первых, она укладывается в общую схему применения компьютера как рабочий инструмент. Никто же рукописный текст, например, не издает. Ну, значит, и статистику, кстати говоря, вручную не считают. Значит, наверное, и математика должна считаться так же с помощью компьютера. Логично. Кроме того, получается, что мы можем достичь каких-то практических результатов, не оттачивая классические навыки месяцами. То есть, например, посчитать интеграл. Понятное дело, что человек, который это сделает, в итоге он будет не такой математик, как настоящий математик, но он добьется результатов, правильно? Как правило, политологам не дают медали за красивые взятые интегралы на бумажке. Кроме того, некоторые лакуны, которые школа оставляет, в данном случае закрываются. Прежде всего, например, иллюстрации. Потому что школа не учит рисовать те же самые графики. Вы понимаете, что ни одно научное издание не возьмет рукописный график в работу. Его нужно нарисовать на компьютере. Люди это делать не умеют. Здесь научатся. Кроме того, все должно опираться на те инструменты, которые и так применяются в реальной деятельности. Кроме того, было у меня очень мало времени. Всего 6 лекций и 12 семинаров. Что же у меня получилось? А я решил сделать ставку на свободное и кроссплатформенное программное обеспечение, а именно на язык R. R, как вы знаете, это язык статистического программирования. И поэтому его практическая значимость для студентов в социальных науках самоочевидна, но во всяком случае для того, кто вообще там пришел учиться, а не за корочкой. Потому что мы можем очень широко наблюдать его применение в разных сферах исследовательской деятельности. Мы можем открывать материалы для репликации к разным журналам. Мы можем идти на Гарвард Дейтаверс и так далее. И мы увидим там код на R. Так что R реально наш хлеб. Кроме того, сам по себе R имеет как минимум гигантский репозиторий пакетов кран. Ну знаете, есть цпан, ктан, а это кран. Ну и вот, там сейчас больше 21 тысячи пакетов, они все прирастают. Ну кроме того, естественно, на Гитхабе тьма тьмущая разных пакетов на все случаи жизни. И все время их количество только растет. Ну вот, это не очень актуально именно для студентов, но они потом вырастут, поймут, что это было круто. С помощью R можно коллективно работать над проектным исследовательским с помощью того же Гита. То есть по-умному, по-взрослому. Ну вот, сам по себе R заточен на обработку данных и на статистический анализ. И в этом его отличие от питона, например, потому что в принципе все то же самое можно делать на питоне, но там потребуются дополнительные модули. А в R не потребуется ничего. В базовой комплектации R приходят такие функции, которые специально не придумаешь, короче говоря, но они там уже есть, потому что кому-то когда-то потребовалось для анализа данных. Ну вот, и он легко покрывает наши потребности математическим инструментарием, как минимум базовым, плюс несколькими пакетами, о чем я скажу через буквально минутку. R прирастает регулярно. У меня в 55... Посмотрите на расписание. Таймер не соответствует расписанию. Ну вот, значит, да. Например, есть метод логической, нелогистической регрессии, который сделали для анализа данных по излечению рака. Его первым делом реализовали на R. Кто хочет его пробовать, может, соответственно, взять, поставить себе в следующий пакетик и применить. Все замечательно. Кроме того, у нас RStudio. Тоже коросплатформенное свободное программное обеспечение, которое нам позволяет все это сделать гораздо слаще. Во-первых, это комфортная идея для работы с R. При желании можно и питон, кстати говоря, использовать. Он там тоже первоклассный гражданин. Так что мы не отбрасываем питон, мы просто его пододвигаем в сторону. Сама по себе RStudio реализует концепцию literate programming, ну или грамотного, или литературного программирования. То есть все, что мы программируем, перемежается нормальным текстом. И, соответственно, мы можем полноценные работы делать, которые выглядят красиво, хорошо структурированы, и у них все в порядке. Она интегрирована с латекс, с латехом. Соответственно, любые формулы, которые надо набирать, будут набраны легко. Сами понимаете, математиков на компьютере без латеха невозможно никак. И студенты поймут, как делать нормальные формулы. Можно делать интерактивные презентации. Там картиночка, она блеклая, конечно, тем не менее. Где можно показывать всякие интересные штуки в динамике. RStudio умеет все это запускать, и студент может играть. Ну и в целом это очень красиво получается, особенно когда все это экспортируется потом в разном виде. В каком? Ну, во-первых, в моем курсе, получается, есть два параллельных потока материалов. С одной стороны, для изучения, для чтения материалов, это PDF. PDF-ки, правда, вот здесь я немножко покривил душой. Я все-таки рендерю их через свой родной X-Latex, который стоит у меня на рабочем компьютере. Я не использую для этого TinyTex, который обычно тянется в RStudio. Ну, просто потому что у меня уже тулчей настроен, да, и у меня все хорошо. Ну вот, так что все материалы лекций и семинаров — это красивые PDF-ки. Все абсолютные иллюстрации, которые там есть, все абсолютно сделаны на R. Ну, плюс презентации Shiny, которые можно скачивать локально и смотреть, как там работают интегралы и прочее. И ко всему этому, естественно, студент всегда получает файл исходный RMD. Исходный код, товарищи, свободное программосвещение. Ну вот, он может этот исходный код, естественно, открыть в RStudio, посмотреть, как все это работает, поломать, починить, изучить, там тег, как работает Markdown — это никакой не секрет. Кроме того, когда он сделает, скажем, домашнее задание, он легко в RStudio может экспортировать все это дело в HTML. Получается очень красивая, профессионально выглядящая работа, в которой легко искать списывание, потому что типовые копипасты кода видны невооруженным глазом, копипаст с косметическими улучшениями тоже виден очень легко. Ну и, конечно, когда студент приходит с работой, которую он никак не мог написать самостоятельно по материалам курса, это тоже становится все самоочевидным. Поэтому выявление списывателей — это очень простая штука, даже без специальных каких-то программных аппаратных штук. Соответственно, в содержательную часть курса вошли обязательные элементы элементского набора, с которыми мы не спорим. Ну, кроме того, и дополнительная программа, которая нужна нам, политологам. Например, QCA — качественный сравнительный анализ, который зиждется на теории множества, на булевой алгебре. Цепи Маркова, про которые обычно не говорят, но они вообще у нас используются для всяких прогностических штук. Интерполяция и экстраполяция данных очень часто нам нужна, но никто не учит специально этому студентов. Разностные уравнения очень нужны для прогностической деятельности у политологов и аналитиков. Теория графов, сетевой анализа — очень важная вещь в современной науке. Вплоть до моделей Монте-Карло, соответственно, численных экспериментов и заветов Рейна Тагапере, чему он нас учил, как нам строить наши предсказательные модели математические. Все вот это дополнительно идет. Так что R зиждется в данном случае на трех столбах. Кроме базового набора пакетов, которые там есть, нам нужны два пакета — прагма и CMNA. Прежде всего, прагма — практическая математика. Это гигантский набор численных методов на все случаи жизни. И компьютерная алгебра. Вот здесь, конечно, это не совсем R, это Якос. И это надо компьютер-алгебра-систем. Но R не умеет сам по себе делать компьютерную алгебру, поэтому нам нужно что-то еще. Якос я выбрал, потому что он ставится прямо вместе с пакетом, в отличие от Максимы. Максиму надо отдельно ставить. А синтаксис очень похож на R. Поэтому это вообще другая вещь, но очень похожая. Так что студентам должно быть довольно легко. Ну и плюс куча всяких других пакетов, которые недостающие функции заполняют. Студенты заодно учатся пользоваться дополнительными пакетами. Я очень хорошо. Ну вот. Кроме того, получается, что сама по себе математика в таком виде не пропадает просто так. Это не отмучился и забыл. Это как бы одна аппаратная основа, на которую потом навешиваются дополнительные вещи, как на комбайн. Знаете, всякий дополнительный отвал, ковш, селка, молотилка, барана и так далее. Вот и тут тоже самое получается. Мы математику изучаем, а потом дополняем какими-то другими вещами, которые нам нужны. Например, для анализа госполитики можно еще вкинуть всякие методы для принятия решений по множественным критериям типа ВИКР, Электро, вот это вот все. Значит, в теории игр можно AirGamer вспомнить пакет. Говоря о политических режимах, опять-таки QCA, в основе политологии, всякие там вычисления индекса и прочее. То есть все-все находит свое применение и расширяется потом в рамках других курсов. Каковы успехи? Последний слайд. Потому что все это было бы просто, ну, очень, не очень, наверное, но довольно интересно, скажем так, если бы не было практического какого-то выхлопа. Он практический, выхлоп есть. Слева внизу это доисторические результаты, что было до внедрения всей этой идеи. А сам тест это FPO. Он стандартизированный, не очень сложный, но тем не менее он объективный. От меня он никак не зависит, я там никому не подыгрывал. И до внедрения подобной модели у нас не было никого на четвертом уровне обученности. Ну вот, последние два года, соответственно, у нас появился четвертый уровень, он прирастает, как вы видите, и большинство находится на втором, а не на первом. Так что как бы то ни было, а студенты математику-то стали знать лучше. Что, наверное, очень хорошо характеризует этот эксперимент. Спасибо за внимание. У меня очень короткий вопрос. Один вопрос по питончику. Значит, есть такая тенденция, что питон-программисты, и вообще разработка на питоне, в том числе в непрограммистских условиях, вытесняет разработку на R. Вы с этим сталкивались, вы от этого страдаете? Потому что я знаю, что питон менее удобен для тех целей, о которых вы говорите. Ну, я, естественно, сталкивался с растущей пополярностью питона. У меня есть коллеги, которые погрязли в питонной ереси. Я, конечно, от этого страдаю в душе, как любитель R. Но в целом это никак особенно не мешает, потому что, как правило, те люди, которые знают питон, они знают и R. А кроме того, студенты, в принципе, ну, как бы, питон не выгоняет из головы R, R не выгоняет из головы питон. У нас всё это уживается вполне нормально. Я говорю, что в пространстве не наблюдается ли оттока свежих материалов вот это вот всё? Не видите ли вы, что вам перестали хватать R, просто люди сбежали в питон? Нет, вот этого как раз нет. И второй маленький вопрос про вот эти все фамилии, формулы, методы и всё остальное. Правильно я понимаю, что с учётом очень короткого времени это фактически название метода, область применимости, кнопочка куда жать, или куда, вернее, функция, которую вызывать. Это так выглядит? Где-то так, где-то не так. Как правило, ну, например, если мы говорим про разные методы интерполяции данных, то подробно вводится идея, подробно демонстрируется что-нибудь простое. Например, интерполяция Лагранжа. После этого идёт разговор, а вы знаете, ведь есть и другие методы. Они уже вводятся более-менее кратко, двумя-тремя словами, кубические сплайны, например. И им показывают. Смотрите, в прагме-то у нас сколько всего. Ребят, надо же, наверное, это знать. Представьте себе, что у вас будет набор данных, в которых каждый второй год будет пропущен, например. У нас сейчас так бывает. Один рейтинг какой-нибудь каждый год, другой каждые два года. Нужно выбрасывать половину, что ли, нет? Надо интерполировать. Ну и вот. Посмотрите, какие кубические сплайны, кусочно-линейные и так далее. Вы же теперь уже знаете, о чём идёт речь. Несложно понять, как бы достроить дельту, да, это интеллектуально. Получается очень даже неплохо. Тем более, что в той же прагме всё примерно одинаково работает. Так что, как бы. Коллеги, всё, время вышло. Давайте мы к Ларе перенесём вопросы. Спасибо большое. Можно перезапустим...